Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Доброго и хорошего вам вечера В эфире программа Трофей Рыбалки У микрофона Мария Садокова-Ильина Напротив меня Василий Мамонов Эксперт компании Арсенал на Комсомольском 8 Добрый вечер, Василий Да, добрый вечер, друзья И вместе с тобой, да В очередной раз мы сегодня в этой студии Вместе с тобой и с нашими радиослушателями Мы проведем ближайший час Напоминаю, что генеральный партнер нашей передачи Компания Движение Нефтепродукт Ну и тема нашей сегодняшней программы Очень такая интересная Для меня это тоже пока сказка И непонятно, что это за рыбалка Тема нашей программы сегодня Ночная рыбалка Ну и если что-то у нас какое-то время останется Мы начнем тему белого хищника А сейчас вот мы попробуем рассказать Что такое ночная рыбалка В чем особенность ночной рыбалки? Ну, особенность в том, что мы на рыбалку ходим ночью Вот все же привыкли То есть рыбалка у многих ассоциируется Встать как можно раньше Поехать, не знаю, самым-самым восходом солнца Появиться на речке Все, да, это действительно так То есть большинство рыболовов Вот так себя и ведут Ну, то есть зорь когда начинается Там часа в три, в четыре, в утро И затем рыбачат целый день До самого вечера С учетом того, что у нас сейчас дни очень длинные Да, там где-то днем может что-то там не клевать К вечеру ты безумно устаешь Все, приезжаешь там либо домой Либо в лагерь Если на несколько дней приехал Там, как правило, уже такой все замученный И на следующий день тебе снова нужно встать там С утра И эта рыбалка, она превращается в такой, ну, труд серьезный То есть съездил вроде бы на рыбалку отдохнуть А после нее бы еще там недельку бы поваляться, выспаться А ночная рыбалка хороша тем, что она позволяет абсолютно спокойно Мы можем поехать там после работы Поехать вечером и порыбачить именно ночью Она очень интересна Основной хищник, которого мы ловим, это судак Связано все с тем, что у него есть такие ярко выраженные временные миграции То есть если, например, днем он будет стоять в самой глубокой части водоема Как правило, в закораженных ямах Ну, у себя в домике То к вечеру он начинает выходить на мельчки И начинает свою миграцию к береговой зоне Связано все с тем, что точно такие же миграции есть у малька То есть он рано-рано-рано утром и поздно-поздно вечером Стоит у самого берега И затем, чем выше у нас поднимается солнышко Тем дальше он от этого бережка отходит Скатывается на какую-то глубину и стоит там Соответственно, хищник действует то же самое Для того, чтобы ловить ночью Нужно выбрать определенные места Не все места подходят То есть абсолютно бесполезно приехать ночью Их листать там спиннингом какую-нибудь, не знаю, глубокую-глубокую яму Которая находится около берега Ну, там не будет рыбы Нет, она, вернее, там будет Но, скорее всего, клевать Вряд ли у нас что-то получится нам для того, чтобы ее поймать Вот Бесполезно, скажем так, практически, опять же, бесполезно Рыбачить на каких-то там песчаных отмелях, да, или еще что-то Там тоже будет присутствовать хищник Причем в основном это, скорее всего, будет не судак Это будет там галавль Вот как раз из разреза там Из белых хищников Из белых хищников, которых может нас интересовать Вот Возможно, будет щука Но это все будет очень кратковременно, потому что щука в полной темноте не питается Вот как только там совсем-совсем стемнает и все уже Вот Нас интересуют так называемые еры, то есть обрывистые берега У которых глубина от берега достаточно плавно отпускается И основная фоновая глубина у берега там будет полтора метра, метра два И самое главное, чтобы там были укрытия для этого хищника То есть очень классно, если будет этот обвалившийся берег, вот эти глиняные валуны какие-то Да-да-да Коряги Это хорошо, но не очень удобно ночью, потому что мы их можем не видеть Зацепить Оборвем там очень-очень много приманок, да, там рыба есть, всегда все здорово, но ловить не очень удобно Поэтому мы выбираем места, в которые нам удобны Для этого нужно просто съездить и посмотреть, и для себя приметить эти места Ну, то есть вот как поступали мы, например Ну, то есть утром на утреннюю рыбалку выехал, да То есть вот ты едешь уже, да, там, смотришь, рыбачишь и примерно представляешь Ага, вот здесь вот, да, там удобно Ночью можно будет рыбачить Самое главное, еще один нюанс немаловажный Это должен быть очень хороший подход к этому берегу Потому что яр очень часто бывает сильно обрывистый Ночью, к сожалению, это даже может быть не сильно безопасно Да, можно сорваться там, упасть в воду, не дай бог Подвернуть ногу там, все что угодно То есть травму можно получить Поэтому подход должен быть достаточно спокойненький такой Немаловажно то, что рыба будет ночью стоять практически под самым берегом Мы должны подходить тихо Соответственно, там опять же какая-нибудь, не знаю, высоченная трава Через которую мы будем пробираться Шелестеть она будет Кусты там или еще что-то Это все убивает такую рыбалку Таких мест не сильно много, но они есть Также ночная рыбалка хороша тем, что можно поехать недалеко от города То есть практически там стритфишинг Которого мы уже говорили Где нет рыбаков уже в это время, наверное В это время рыбаки Все уходят домой А мы на рыбалку приезжаем Ярким примером Ну, сдам одно такое место Оно уже на самом деле не стало секретом Там очень-очень много рыбаков бывает Открыли мы его лет, наверное, 5-6 назад Это выход с карьера у трамплина, который находится Вот он там, выход такой в вятку есть И здесь интересный-интересный яр Мы туда ездили на протяжении нескольких лет Очень успешно там ловили судака Там был пойман сомик на 17 килограмм И до сих пор она есть эта рыба, да? Да, рыба есть В пределах города Кирова Она приходит туда абсолютно без проблем Надо же Соответственно, нам нужно определиться вот с этим Второй момент, на который стоит обращать внимание Это, скажем так, выбор снасти и выбор приманок Он здесь тоже отличается Ну и третьим аспектом будет это выбор времени суток Вот когда ловить Потому что ночь, это понятие такое, но относительно растяжимое Да, но здесь нужно понимать Вот начнем, наверное, более подробно именно с времени суток Вот, я еще хотела спросить Какие рыбы активно ведут себя, ведут образ жизни ночной? Ведь не вся же рыба ночью ведет активный образ жизни Судак, сом, голавль Ну, то есть это крупная рыба Тех, кого мы можем поймать Очень-очень редко бывает щука Но она бывает либо вот в самом начале нашей рыбалки Либо в самом конце, когда мы уже будем заканчивать Ну, то есть на зориках Ситуация такая, что, опять же, многие, услышав вот словосочетание Ночная рыбалка, понимают, что надо приехать на водоем Там часов в 12, там еще что-то На самом деле, друзья, нет Нужно приехать на водоем часиков в 7 вечера То есть, вот, грубо говоря, в то время, когда идет наша передача Да, там 7-8 вечера, быть уже на водоеме В это время начинаются вот такие легкие сумерки И здесь нужно взять себя в руки Иметь определенное терпение И не бежать к реке, сломя голову И там не пытаться что-то закидывать В это время можно поймать рыбу Но очень велик шанс, что мы распугаем ту рыбу Которая начинает в этот момент подходить к берегу Ближе к ночи которой, ага То есть нам нужно просто наблюдать Там есть несколько аспектов и нюансов таких Которые, ну, каждый ночной рыболов должен знать И для себя вот уже как отчинаш, наверное Во-первых, вот судак, когда он подходит к берегу Он активно идет именно за мелкой рыбой Он в этот момент очень активно питается Но там есть такая особенность Вот малек вот в это время Вот в таких вот, скажем так, вечерняя зорька Он стоит на самой-самой поверхности воды Потому что она максимально прогрета Она максимально теплая Ну, опять же, вот их теология Которую каждый рыболов должен, наверное, изучать Вот, он стоит в максимальном вот в этом верхнем слое воды И, соответственно, судак за ним охотится И он это делает, вот как, не знаю, как жерех Как поверхностный хищник Бывает так, что ты приезжаешь на водоем И вот под яром ты видишь вот такие всплески Прям мощные-мощные Он очень сильно лупит Такое ощущение, что вот с этого обрыва Кто-то в воду кидает там кирпичи И многие рыболовы делают ошибку Они начинают бежать и кидать Вот пока судак бьет поверху Поклевок не будет никогда И не надо Никогда вы не поймаете рыбу Распугать легко Поймать невозможно практически Могут быть шельные поклевки Один там, ну, дай бог, два Не больше Вот А нужно просто сидеть и ждать Как только начинают сгущаться сумерки Наступает так называемый час волка Это вот когда у нас солнце уже ушло Да А ночь еще не наступила То есть вот этот промежуток там Ну, в зависимости от времени года Он там может быть час Там 30 минут там Ну, в зависимости Вот Ну, сейчас вот июль До скольки это получается? Это примерно, наверное, вот Как раз время с 10 вечера до 11 Вот этот час Ну, то есть такой часик, да? Вот это прям золотое время Золотое время К нему нужно быть готовым К нему нужно там уже подходить Вот прям все Что происходит в этот момент с рыбой? Малек начинает отпускаться Судак уходит за ним Он точно так же продолжает активно охотиться и питаться Но ему это делать становится легче Потому что солнца практически нет Малек теряет ориентацию Он сбивается в плотные стаи Встает вот за этими всеми укрытиями Которые есть, да? Мы же рыбачим на реке Там есть течение Соответственно, он встает вот в эти все затяжки За ним приходит судак И мы уже не видим практически всплесков Они есть, но очень-очень редкие А рыба стоит вот под самым-самым берегом Стоит под этими укрытиями И в этот момент его поймать проще всего Соответственно, нам нужно четко подобрать Снасти и приманки Вот, да, какими снастями Которыми мы будем ловить Здесь основная приманка для ловли судака Как бы то вот странно не звучало Это воблер Не джиг То есть, да, там наш привычный Там не резина какая-то, которую мы там ловим Не поролонка Или еще что-то Это именно воблер Причем используют воблеры класса минов То есть, такие достаточно вытянутые, да Которые имитируют мальков С заглублением, ну, максимум, там, метр-полтора Здесь нет четкой привязки к тому Что у нас воблер, там, должен чиркать дно Или еще что-то Нет, он может достаточно хорошо идти, там, в толще воды Потому что в этот момент Судак, он перестает вести себя Как типичный донный хищник То есть, он реально вот на этой глубине, там, в полтора метра Может находиться в пилогическом слое То есть, где-то в толще воды, там, не знаю Приподнятым от дна, там, где-то даже под поверхностью Еще что-то И, соответственно, воблер, там, с заглублением в метр, там, полтора Максимум нас полностью устроит Основное условие, которое должно быть у воблера Это должна быть Вот, не все воблеры класса Minnow Имеют свою собственную игру Есть те, которые рассчитаны только на рывковую проводку Да, вот так называемый, твичинг А есть воблеры, которые имеют небольшую свою игру Вот нам нужен Здесь надо очень-очень четко подходить К подбору Нам нужен воблер, который будет иметь Свою игру, но не сильно размашистую То есть, если он будет вот так вот там сильно-сильно-сильно вилять Рыба испугается, да? Рыба на него не клюнет по одной простой причине Почему, опять же, их теология Вот этот малек, за которым пришел судак, да, там, ну, там, вот эта вот уклейка Ну, они, я так понимаю, как слепые котятки, да, вот там собираются Да, 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 совершенно верно То есть, вот судак за ним пришел Наступает ночь Этот малек себя ведет именно таким образом Очень спокойно То есть, он стоит спокойно Он не делает резких движений Не пытается куда-то убежать Скрыться там или еще что-то То есть, он достаточно спокойно себя ведет Соответственно, воблер должен максимально хорошо имитировать поведение вот этой Такой же спокойной, размеренной, почти сонной Но на рывках, которые мы все-таки делаем, так называемый мягкий твичинг Этот воблер должен делать такие ярко выраженные пируэты в сторону Почему? Потому что в момент, когда судак подходит к этой стайке мальков Она все равно чуть-чуть разбегается И вот этот вот малек, вот наш воблер должен имитировать вот эти вот убегающие движения вот этой рыбки Это на самом деле все вот так вот, ну, слушать-то вроде бы Это непросто Да, это на самом деле не каждый воблер И на самом деле я ночью ловил и ловлю достаточно много И честно скажу, вот за всю свою практику А это уже там, наверное, больше 12 лет Я занимаюсь вот именно такой вечерней ночной рыбалкой Очень ее люблю У меня, ну, не больше, наверное, 15 моделей воблеров Которые вот я уверен, что будут работать Хотя их сейчас там изобилие такое в магазинах Что там просто голова кругом идет Не более 15 воблеров, которые работают Здесь теоретически нам не сильно важен цвет воблера Потому что мы ловим ночью Ну, то есть нет понятия ночной воблер Для ночной рыбалки? Такого нету, да? Нет, нет То есть это только экспериментальным опытным путем Из тех моделей, которые я могу посоветовать Это Z-Baits от компании Вернее, воблер Ридж 90 от компании Z-Baits Это японец, там есть в такой версии Он там ДДшечка, да, как раз там С заглублением где-то около полутора метров От этой же компании Orbit 80 очень хорошо работает Потом есть такая фирма Jungle Cat У них есть модель 90 и Libica Вот идеальный воблер, наверное Вот один из идеальнейших воблеров Который четко нам подходит На него, кстати, был вот сомик на 17 килограмм Тоже на него пойман Вот такие вот воблера можно использовать В определенные моменты времени То есть, например, вот сейчас в августе Скажем так, вот еще по времени, да Тоже скажем, что, наверное, такая рыбалка Продолжается где-то до конца августа То есть, пока теплая вода получается С сентября уже, да Все хуже и хуже Ночи теплые получаются, да С сентября уже хуже, хуже, хуже И потом практически сходит на нет Чем дальше к осени Тем более крупные воблеры Мы должны будем использовать Связано все с тем, что, опять же, малек-то растет И мы должны имитировать ту кормовую базу То есть, если мы, например, в июне, в июле Используем воблера 70-го, 80-го Ну, там, максимум 90-го размера Ну, то есть, 9-сантиметровые такие рыбки То, к примеру, там, в середине августа Ближе к концу мы можем использовать 120-е Даже 140-е модели воблеров Малек-падроз То есть, соответственно, это уже такая полноценная рыбка Которая, собственно, судака питается Соответственно, для дальше снасть Да, что нам там нужно Нам нужно, ну, стандартное спинговое удилище Я, на самом деле, не использую сильно короткие удочки То есть, вот для меня здесь оптимальная длина Становится там 2,30-2,40 Причем, наверное, даже я выберу там При всех прочих равных 2,40 Объясню, почему там не нужен дальний заброс Вот его нет То есть, ну, это рядышком у берега Мы же говорили, да, получается у берега Мы ловим где-то вот практически под берегом Но с длинным удилищем мне проще обводить препятствия, которые находятся в воде То есть я поднял там через кочечку, там, хоп, где-то там травку обвел, там какую-то еще что-то Сделать это с коротким удилищем не всегда получается И есть еще один нюанс Скажем так, ну, вот с 10 до 11 мы половили Часиков с 11 И, ну, вот рыбалку мы заканчиваем Ну, я, по крайней мере, заканчиваю где-то около часа ночи Теоретически потом можно там посидеть на бережку, пожать костерчик, да И около 3 часов на самой зорьке, там, когда будет подниматься солнце Еще попробовать половить того судака, который начнет отходить уже от берега Вот, и закончить рыбалку Но я рыбачу до часу и потом просто еду домой и ложусь спать И все, и до следующей ночи Ситуация в том, что где-то вот как раз там с 11 и до часу Вот в этот промежуток времени Рыба может находиться вообще вот под самым-самым урезом берега Ну, что я имею в виду? То есть мы делаем заброс в 10-15 сантиметрах от берега А в некоторых случаях, я очень часто делал такое и практиковал Мы делаем заброс прямо на берег Прямо на берег И потом воблер тихонечко-тихонечко с него стягиваем Чтобы он у нас так чубок плюхнулся вот прямо-прямо у берега Там глубины, не знаю, там 50-60 сантиметров Вот рыба там стоит, вот реально она забивает туда малька И она вот прямо там находится И, соответственно, что происходит-то? Если мы будем стоять у самого уреза берега Ну, всё равно судак ночью видит очень хорошо На самом деле То есть вот ночной хищник природа сделала так, что ночью он видит И силуэтов на берегу он может пугаться И длинный спиннинг нам позволяет сделать что? То есть у меня длина 2,40 Вот я реально отхожу туда от берега У меня вот только кончик спиннинга торчит Сижу-то я вообще на берегу Я делаю там заброс, да, там на бережок стянул воблерочек И вот тихонечко меня не видно А как ты видишь, что она к тебе подошла? У тебя идёт дёрганье как-то, да, этот спиннинг? А, удар Удар в руку прям Ну, хорошо, а и фонарь на лоб не надо же увешать? Фонарь на лоб надо, его нужно только для того, чтобы менять приманки Если светить фонарём в воду, то рыбы не поймаешь вообще никогда То есть прямо в кромешной тьме Прямо в темноте Обалдеть Там есть нюанс Можно посмотреть, вот когда начинаются поклёвки под самым берегом Можно увидеть, не знаю, там интереснейшую картину Можно вот так резко включить фонарь Да, и посмотреть и увидеть прямо глаза судака, вот которые стоят, они будут светиться под водой Ну всё, рыбу ты здесь уже не поймаешь Ну всё испугал Посмотреть можно, да, это красивое зрелище, но рыбу ты не поймаешь никогда Всё понятно Вот, поэтому фонарик всегда присутствует, всегда присутствует Он всегда отпущен на голове вниз, даже если ты его включаешь, он светит тебе под ноги Ни в коем случае на воду, любой свет, он просто противопоказан Ну, потому что рыба боится, это неестественное освещение, да Она понимает, что сейчас темнота, вдруг здесь что-то появляется, какое-то пятно света Она на это место реально не подходит Ночная ловля чем и интересна, то есть она напоминает такую охоту Ну, такую экстремальную, да, и охоту, конечно Ночная рыбалка хороша ещё тем, что мы, например, ну вот в этом году у нас лето не жаркое А вот когда прям жара, днём находиться на воде практически невозможно То есть это реально очень жарко, это очень тяжело для организма Это выматывает, рыба может не клевать Это постоянные там какие-то перемещения И здесь действительно вот эта вечерняя прохлада И ловим ночью, да, и вот выпадает роса Нет мошкары Мошкары, нету комаров, нету, когда выпадает роса То есть всё, мы находимся в такой прохладе Это на самом деле такая Нету ветра, там полный штиль, наверное, да, ночью большинство-то всё равно Лучше всего ловить, чтобы был штиль Либо вот такой лёгкий-лёгкий ветерок Причём лёгкий ветерок предпочтительней Вот эта рябь на воде, она опять же нас маскирует То есть прощает кое-какие ошибки, которые может делать начинающий рыболов Вот в этом разрезе, да, там где-то пошуметь Там, не знаю, там потопать, пошлёпать или ещё там что-то Вот лёгкий ветер, вот эта рябь, она вот это всё прощает Соответственно, спиннинг длиной 2,40, как я уже сказал Катушка, ну, обычная безнодерционка Здесь, опять же, каждый волен выбрать всё, что угодно Благо сейчас ассортимент огромный Обязательно используем плетёные шнуры Никаких монолесок там или ещё что-то Вот, и, наверное, основной отличительной особенностью вот этой спиннинговой рыбалки Это, наверное, единственные, ну, практически единственная ловля На которой я не использую металлические поводки Почему? Ну, я считаю, что при таких глубинах и вот таких не сильно больших воблерах Которые используют металлический поводок Он реально ухудшает игру воблера Ну, то есть на нём он играет немножко по-другому Вот, он, этот воблер может притапливать Потому что имеет свой вес Воблер не так естественно себя ведёт А здесь мы чётко выбираем воблера с типом заглубления суспендера То есть есть у нас там плавающие, да, там тонущие Есть суспендеры, есть медленно всплывающие, медленно тонущие воблера Мы выбираем суспендеры Это воблера, которые после того, как заходят на глубину, которую им задал производитель Они там зависают То есть это очень важно После вот этих там трёх-четырёх медленных оборотов И там двух лёгоньких рывочков Мы останавливаем воблер, он висит на той глубине, которая нам нужна Завис и его там немножечко колышет течением То есть, соответственно, поводок вот в этих моментах он портит игру Я здесь использую, опять же, не использую флюрокарбоновые поводки Вот эти новомодные там или ещё что-то Я использую обычную застёжку, привязанную просто к плетёнке Этого в 99% случаев бывает достаточно Игра воблера не ухудшается, рыбу мы не пугаем Соответственно, вот такая проводка Почему так? Щука очень редкий гость вот в таких рыбалках Она может быть здесь же Но либо в самой-самой начале нашей рыбалки, да Вот когда ещё сумерки такие только наступают 7-8 вечера получается, да? Вот она здесь, она вот так вот может здесь быть И она может здесь быть, если мы остаёмся на рыбалку На вот утреннюю зорьку, на самый рассвет Точно так же она может подходить здесь Тогда, ну, если знаете, что в это место может выходить щука Да, и она здесь присутствует в реке, а в Вятке у нас её достаточно много Тогда лучше себя перестраховать, поставить стальной поводок Но не сильно большой Не сильно большой, чтобы там, ну, не знаю, там воблер совсем-то у нас там уже никуда не тонул Ну, то есть сделать вот так Значит, катушка, шнур мы там сказали, да, вот поводки мы убрали По моделям воблеров я немножко уже рассказал Здесь есть следующая тонкость и особенность Это особенности проводки Очень многие рыболовы, начинающие, особенно видал сам там, да Как это всё происходит То есть они приезжают, у них там воблера, которые не ножки, да Они там все начитались интернета, насмотрелись роликов, знают, что их там надо дёргать, твичить Всё, они приезжают, начинают это всё кидать в воду и сломя голову там дёргать этим удилищем, как сумасшедшие там Что не нужно делать, да, получается Они как воблер, говорит, играет, там всё классно, поклёвок нет Вся проводка, она здесь фактически равномерная И проводка у нас здесь чётко против течения То есть мы делаем заброс чётко вниз по течению И делаем проводку на себя Для чего? Для того, чтобы у нас была минимальная скорость Минимальная скорость Если мы это сделаем поперёк течения, заброс Ну, во-первых, бессмысленно кидать от берега Дальше там 10 метров там в этот момент судака точно нету То есть вот он весь вот в этой береговой зоне стоит И, соответственно, когда мы кидаем поперёк, у нас очень сильно сносит воблер Он практически не играет, не достигает той глубины, которая нам нужна Ну, то есть это, ну, пустой заброс Мы просто потеряли время, сделали бессмысленный заброс Нам нужно делать заброс чётко вниз по течению И проводку делать вот просто равномерно, вращая катушечку Там 3-4 Это же без резких движений получается То есть мы имитируем вот этого малёчка То есть делаем 3, 4, 5, 6 оборотов катушки Делаем паузу, ну, там буквально 2-3 секунды И опять И вот в этот момент, очень важно, после паузы мы делаем 2 лёгких рывочка Ну, там 2-3 там кто-то делает То есть мы что имитируем? Вот рыбка плыла, 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 плыла Остановилась, и здесь она заметалась, да, то есть всё То есть она понимает, что рядом где-то хищник Вот эти вот 2-3 рывочка очень сильно провоцирует стакана поклёвку Как правило, поклёвки бывают либо в момент, вот первый рывок сделали И на второй, бац, у нас уже сидит рыба Либо поклёвки у нас будут, вот мы сделали раз рывочек, два рывочек И вот эту паузу, и происходит поклёвка Мы тоже сделаем небольшую паузу, мы уходим на рекламу, вернёмся после неё Реклама у нас прошла быстро, мы продолжаем рассказывать о ночной рыбалке, Вась Итак, давай дальше Вот, мы остановились как раз на особенностях проводок Вот этих, как я уже сказал, основные поклёвки у нас будут Вот как раз после вот этих вот серий оборотов катушки И рывочки мы которые делаем Очень часто, очень часто срабатывает так называемый вариант проводки Который на самом деле вот мне очень нравится Он, наверное, у меня такой, ну, реально основной Немногие так рыбачат, немногие так рыбачат Открою небольшой секретик То есть мы выбираем какое-то локальное место То есть какая-то кочечка приямок, да Вот сейчас ещё, кстати, отступлю немножко Так как мы ловим с берега К сожалению, посмотреть с помощью эхолота какого-то, да, дрельеф Мы не можем, да Очень здорово, если вы здесь ходили, например, на лодке с эхолотиком И примерно представляете, где, что и как Соответственно, когда идём на лодке с эхолотом, да Нужно на берегу, ну, для себя там в голове отмечать какие-то ориентиры Затем, когда мы приходим уже с берега, мы понимаем Ага, вот у этой там берёзки приямок Вот у этой там ёлочки, не знаю, там коряжка лежит А вот здесь у нас там какая-то там То есть надо запоминать Аномалия дна есть, там ещё что-то Здесь вот затишок, тут течение посильней Это хорошо, если мы ходили с лодки А если мы в этом месте были только с берега И он нам показался очень сильно перспективным Всё здорово, есть два варианта Первый вариант, мы можем в дневное время В светлое время суток Взять эхолот, так называемый Диппер, да, о которых мы, кстати, тоже У нас там были передачи, мы рассказывали Закинуть его с берега, там, пустить его По течению и на своём там гаджете посмотреть Как что Ну, во-первых, не у всех это есть Во-вторых, это нужно, опять же, какое-то время Я поступаю проще На самом деле Меня интересует Зона ловли От берега Там буквально, там, пять метров Вот всё Дальше я забросы не делаю То есть вот береговая зона И вот пять метров Участок реки, который мне нужен Соответственно, придя на место заранее Придя на место заранее Я беру спиннинг и просто тяжёлый груз Там, ну, не знаю, там, сорок, там, пятьдесят грамм И я просто делаю заброс вниз по течению Да, вот предполагаемый заброс Так, как у меня пойдёт воблер Вот по этой траектории И просто этот груз волочу по дну И я уже понимаю, что, ага, вот здесь вот он поднялся Вот здесь вот он отпустился Здесь он стукнулся в какую-то коряжку Ага, вот здесь кочка лежит Бам, вот здесь он стал падать быстрее, быстрее, быстрее Потому что здесь затишок течения слабый Ага, вот здесь его там струёй натянуло Всё То есть я сделал три-четыре таких заброса Я примерно понимаю, как мне нужно вести воблер И, соответственно, вот на этом участке рабочем Я для себя определяю, ну, я их так называю, там, золотую точку То есть что это такое? Это, как правило, какое-либо углубление Либо какая-то кочка, за которой есть затишок А перед ней достаточно сильное течение То есть это реально золотая точка Потому что вот этим сильным течением сюда загоняет малька Здесь он начинает отстаиваться Сюда же приходит большая рыба Здесь очень удобно там хищнику охотиться за ним Соответственно, всё И мне нужно сделать так, чтобы у меня воблер максимально долго в этой точке находился Если я просто вот там проведу, да Ну, судак может, не знаю, там, не успеть среагировать Не захотеть его съесть Ему не понравится проводка воблера Не знаю, он там испугается чего-либо Не знаю, я в этот момент там песком там пошевелил Не знаю Ну, факторов может быть куча Он может не клюнуть Соответственно, я могу делать там второй заброс Третий заброс, пятый заброс Но, скажем так, каждое падение воблера Это всё равно неестественный шлепок в воду Да, там, какие-то вот такие могут быть нюансы Рыба может не среагировать Соответственно, в ночной ловле есть правило первого заброса То есть, если ты его сделал правильно Если ты провёл приманку так, как нужно То, скорее всего, поклёвка будет Вот И поэтому мне нужно на первом же забросе Чтобы у меня воблер максимально долго находился вот в этом месте Я делаю заброс Начинаю проводку И как только я шлавлю на течении У меня заброс чётко вниз по течению Соответственно, как только я подвожу воблер К тому месту, где он Вот золотая точка Вот место потенциального стоянки хищника Всё, вот я уверен, что здесь вот он есть Он сейчас должен клюнуть Я абсолютно прекращаю вращать катушку Делаешь паузу Я делаю паузу Вот вообще просто воблер у меня там висит Он колышется там на месте Да А дальше я делаю вот так То есть я делаю спиннингом, грубо говоря, лёгонькую потяжку Заставляю этот воблер играть Да Поклёвки не происходит Я открываю дужку катушки Сплавляю метра три И снова завожу его в эту точку То есть я заброс не делаю Я могу это делать там пять минут Десять минут Пока не клюнет Ну то есть оно должно прям Вот прям гарантированно Эту проводку называю качели Ну интересно То есть я туда-сюда Не делая заброс Сплавляя воблер Не вытаскивая из воды Да, я довожу Поклёвки нет Всё, я снова спустил эти два метра Снова там три-четыре оборота Два рывочка Ага, подождал Поклёвки нет Открыл дужку Снова он у меня обратно туда ушёл Снова там три-четыре-пять оборотов Там две... Два рывочка Поклёвки нет Снова отпустил Потом начинаешь Нет поклёвок Начинаешь экспериментировать Быстрее вращение Да, там Резче рывки Один рывок Три рывка Ну то есть так или иначе Ты судака раззадоришь Здесь есть только особенность Нужно всегда считать Вот точно так же У нас здесь уже вступает математика Не в этом дело Мы ловим ночью в кромешной тьме И соответственно Ничего здесь не видно Как только у меня воблер там доходит То есть я перед тем как Скажем так делать все забросы уже ночью Вот я бросил грузик Да, в светлое время суток Проверил как все идет А после этого я делаю что? На катушках есть клипса Для фиксации лески Да Вот я фиксирую там шнур То есть я понимаю Что вот до нее У меня будет максимальная дальность заброса Которая мне нужна Ага После этого я делаю заброс В светлое время уже воблером Которым я предполагаю ловить Вот здесь в темноте Я делаю заброс Считаю обороты То есть я понимаю Что после того как я сделал 30 оборотов Воблер у меня дошел вот до той точки Где он должен Просто запоминаешь эту цифру Где он должен находиться Все я для себя понял 30 После этого я открываю дужку катушки И считаю там Раз, два, три, четыре, пять Закрываю дужку катушки Делаю там например Три оборота Да И два рывка И понимаю что ага Воблер у меня вернулся вот сюда же Еще одну цифру надо запомнить Я запомнил Я запомнил еще две цифры Даже два Я запомнил 5 секунд Открытая дужка Три оборота Два рывка Все Соответственно Как только наступает ночь Мне теоретически Глаза не нужны Мне нужна только тактильная чувствительность Все Я знаю что вот я закинул У меня упало Раз, два, три, четыре, пять Там 30 Пауза Два рывка Поклевки нет Открыл дужку Раз, два, три, четыре, пять Дужку закрыл Три оборота Два рывка Нету поклевки Дужку открыл И так далее Ну то есть вот такая простая арифметика Которая нужна на рыбалке Она на самом деле Помогает рыболову ночью Потому что ночью Мы совершенно по-другому ловим Это днем У нас мы все видим Ощущения другие Я так понимаю Совершенно Вот в этом кайф рыбалки Потому что ты все чувствуешь руками Ты чувствуешь это все тактильно Вот эта поклевка Вываживание этого судака Это конечно Ну вот такой кайф Которого не испытываешь На обычной уже привычной рыбалке Ну да Чем она и хороша Ты реально за ним охотишься И вот таких мест Нужно Скажем так Найти На одном протяжении Ночью больше одного яра не обловишь То есть желательно Чтобы он был там Ну хотя бы метров там 150 там Рядышко Вот длиной Да Это участок По которому Сможем там перемещаться Как бы то там смешно Не звучало Да Но например Опытные рыболовы Которые рыбачат ночью Они ставят для себя Метки на берегу То есть это колышек На который надет Светоотражающий элемент Вот реально колышек И колышками Они обозначают места Откуда нужно делать забросы То есть например У меня есть 150 метров яра И по нему У меня есть Четыре точки На которых я должен Стоять и кидать Соответственно Уже на самом берегу На яру Я втыкаю колышек На котором там Наклеечка светоотражающая Или что Еще что-то Я постоял Половил на первом месте У меня поклевок нет Мне нужно дальше перемещаться Включил фонарь Увидел следующую Если я включу фонарь В темноте И пойду вот так У меня велик шанс Что я засвечу воду Соответственно Мне нужно куда-то И понять Где мне сейчас Следующий-то заброс Где у меня Следующая-то точка Где вот я ее Которую нашел Золотую-то Где она Все Я включаю фонарь Свечу на берег Понимаю Что ага Вот он колышек Мне нужно до него дойти Все Я фонарик отвернул Иду туда Спокойненько дохожу До этого колышка От колышка Спускаясь к воде И делаю заброс Там прям целое приключение Получается Это же очень интересно А по-другому На самом деле никак Вот Соответственно Вот такие фишки Рыболовы Которые только начинают Очень часто приходят Там Не знаю Говорят Все Я там ночью Никогда больше не поеду Там ничего не поймал Да рыба вообще не клюет Там или еще что-то Начинаешь разговаривать А что ты делал Как ты делал Как ты пытался ловить Там все Да нормально Я включил фонарь Топаю по берегу Там бегу Там все Рыба не клюет Но она не клюнет никогда Не создает тишину Конечно Вот Рыбалка ночью Это реально там Если ехать То только с проверенным напарником Да Который тоже знает И понимает Что он делает А не так Что ты сидишь на коленочках И пытаешься поймать Этого судака А сверху тебе там Вась Ну что клюет Ну то есть все Хорошо Я бы поняла Вась скажи А вот ночная рыбалка Это только спиннинг Или в принципе Можно и на поплавочную удочку Ловить Только спиннинг Ну я честно скажу В разрезе ночной рыбалки Там поплавка и фидера Я знаю что ловят Я знаю что ловят Я знаю что ловят на реке Там попадаются и сомики какие-то И там грубо говоря густера И все оставшееся оно клюет Не представляю как это можно сделать Например с тем же поплавком Просто ты мне как-то показывал поплавок Который вот Это карп ловить Это карп ловить А это карп ловить Все понятно В водоемах Тоже можно ночью ловить Можно ночью ловить карпа В водоемах без течения Это можно делать На течении ловить на поплавок Наверное не сильно удобно будет Ну конечно это да На фидер ловить можно Теоретически там с какими-то светлячками Это практикуют Ночная рыбалка на фидер Это наверное наоборот Такая осенняя прерогатива Только не колокольчиками Да Только не колокольчиками Вот это наверное Такая осенняя прерогатива Когда ловят на лима Вот его там реально ночь Полночи и все И погнал Там ловят как раз Вот на донной страсти Ну то есть это конечно Больше спиннинг Получается А летом это больше спиннинг Это на самом деле Интересней Это интересней Это позволяет думать по-другому Это позволяет как-то не знаю Там подбирать там Какие-то места там ловли Выбирать очень интересная рыбалка Вот ну сравни такой охоте Ну так и получается да Что это прямо охота-охота Настоящая Да здесь еще раз повторюсь Чем хорошо Нам не нужно никаких Теоретически там специализированных снастей Да то есть мы можем обойтись там спиннингом Тот которого у нас там есть Теоретически подойдет любой Вот По воблерам там опять же Не нужно какого-то там Не знаю изобилия Трех-четырех моделей Нам будет более чем достаточно Причем как я уже сказал Абсолютно все равно Какого они будут цвета Потому что ночью Реально судак цвет не разбирает Ну так мне кажется Потому что я экспериментировал У меня были моменты Когда мне хотелось понять Вообще А влияет ли цвет приманки Вообще Вот даже в дневное время Вообще наклев Вот он влияет ли как-то И влияет ли наклев ночью Так вот я пришел к мнению Опять же это только мое мнение Что в светлое время суток Цвет приманки Определенно влияет на клев Даже так То есть были такие случаи Что ты ставишь Одну и ту же приманку Но разных цветов И вот на одну клюет На вторую нет Ну то есть ставишь фиолетовую На нее клюет Ставишь точно такую же Там какую-нибудь зеленую Либо машинное масло По клевок нет Все-таки Все-таки различает Получается Цвет Рыба не различает цвета Рыба различает тона А вот Ну тона да Да Ну то есть цвет она не понимает Она понимает тон И соответственно Как я уже вот рассказывал Да там В одной из наших передач Но повторюсь Вот эта детская считалочка Там каждый охотник Желает знать Где сидит фазан Да Да Она говорит о чем О том Что вот эти спектры цветов Рыба различает на разной глубине И видит их по-разному Например фиолетовый цвет Почему например Осенью Все говорят О осень У меня там так клюет на фиолет Вообще класс А почему Потому что рыба стоит Очень глубоко Уже скатывается в ямы Света там очень мало Солнечных лучей туда Практически не попадают Но ультрафиолетовые лучи Там так или иначе есть Как раз А в ультрафиолетовом спектре Самый нижний цвет Из этой считалочки Фиолетовый Он более всех Заметен И соответственно Рыба его не видит Она видит силуэт приманки Если мы туда ставим Как многие считают Что на большую глубину Нужно поставить Там какой-то супер Яркий Но там например Красный или желтый Это начало спектра Там его не видно Вообще Как интересно И соответственно Поклевок нет Вот Поэтому я Выявил для себя Что в светлое время суток Вот эти вот скажем так Различные цвета Да Они в той или иной мере Так или иначе Влияют на клев Ночью Я не увидел Абсолютно никакой Закономерности В зависимости от цвета У меня были Эксперименты То есть я брал Один и тот же воблер Одной и той же фирмы Одну и ту же модель Но в двух категорично Разных цветах Одну там в натуральном Каком-нибудь цвете А вторую там В ярком-ярком там Кислотнике в каком-то И ночью на один и на тот же Клевало абсолютно одинаково Одинаково То есть я кидаю воблер У меня происходит поклевка Судак это рыба стайная То есть я снимаю эту рыбу Убираю Да там Этот воблер На который поймал Ставлю точно такой же Но в другом цвете Кидаю И точно так же ловлю рыбу Там уже разница Более критична В модели воблера То есть для ночной рыбалки Бессмысленно перебирать цвет Нужно кардинально менять модель Которая будет иметь Другое заглубление Которая будет иметь Другой рисунок игры Которая будет Не знаю там По-другому вести себя на течении Которая будет там Переваливаться на паузах Очень важно например Ночью выбирать воблера Которые имеют шарики внутри Да вот этот шумящий эффект Потому что судак Он очень хороший акустик Он реагирует Слышит Ночью он Хорошо достаточно видит Да Но видит опять же Вот эти все силуэты Которые есть у нас Но Большей частью Он ориентируется В охоте На свою боковую линию Которая улавливает Колебания воды И как раз Акустику То есть он очень хорошо слышит Это еще один из факторов Не нужно топать На берегу Да потому что Сразу спугнешь Все там рыба Рыба уходит мгновенно Вот Поэтому если у вас На какую-либо модель воблера Не происходит поклевок Их там нету Нужно не пытаться Точно такой же Но в другом цвете Меняйте модель Меняйте заглубление Иногда бывает полезно Сделать так Чтобы воблер Все-таки подчиркивал По дну Но это Опять же уже Чем темнее будет То есть все-таки Отпускается он Чуть-чуть ко дну И судак очень любит Когда воблер Начинает чиркать дно Поднимать какие-то Облачка мути Скорее всего Типа малек поплыл Мелкий Он начинает жрать Это то, что касается Воблерной ловли Так, какая еще? Все-таки Ну это, наверное, процентов Десять Времени Можно ловить на Джик На силиконовые приманки Но здесь нужно четко понимать Что джик Он будет сильно отличаться От того, которым Мы привыкли ловить В светлое время суток Он какой-то другой Должен быть, да? Там монтаж Точно такой же То есть, как правило Используем оффсетный крючок Потому что мы ловим В той зоне, где В перспективе Достаточно много там Задевов, коряг Каких-то аномалий дна Или еще что-то Вот Бывает время Это вот примерно Сейчас вот у нас Средина июля То это, наверное, вот еще Не наступило Я думаю, я вот в этом году К своему стыду Наверное, три раза всего был На ночной рыбалке Никак мне не получается вырваться Но еще все впереди Вот еще все впереди Я думаю, что это вот как раз Где-то, наверное, еще там Неделька-полторы Ну вот Погода нам в этом году Не очень хорошо Да Конечно Вот неделя-полторы Происходит следующее К берегу К берегу В достаточно большом количестве Приходит Пискарь Ну, то есть вот Это, грубо говоря Такие песчаные еры Нужно выбирать На которых есть Вот эти вот бугры Я не знаю, с чем это связано Но вот реально Пискариков вот этих мелких Их достаточно много У берега И они на какой-то промежуток Времени становятся Основной пищей для судака А пескарь Это сильно донная рыбка Которая практически Не всплывает в толщу воды И всегда ходит по дну Всегда роется по дну Только на дну Да Вот И наш с вами джик Должен в четкости Имитировать поведение Вот этого пескарика Как интересно То есть что мы делаем Мы заведомо Переутяжеляем Груз И проводку делаем Не там два оборота паузы Там какими-то подрывами А просто волочим по дну То, что он так же Плывет, да? Наверное, да То есть пескарь Вот он плывет по дну Вот И здесь есть Еще один нюансик такой Мы должны выбрать Вот сейчас благо Это все есть Мы в свое время Когда только начинали Там пытались Это изготавливать Сами Там какие-то капсулы Засовывали с воздухом Еще что-то Нам нужна плавающая резина Которая будет имитировать Что? То есть мы берем Нашу грузголовку Да? Там чебурашку разборную Там форма Теоретически не имеет значения И плавающую резинку Ну не сильно большую Там опять же Там 70-80-90 миллиметров Примерно Ну мы имитируем пескарик Цвет Тоже любой Абсолютно не имеет значения Тот, который больше нравится вам Вы можете там Кто-то себя там не знает Удовлетворяет свое Вот там художественное Вот это все Видение там берет Там четкое там Под пескарик Там какую-то там еще Ну ради бога Вот Плавающая резина И у нас что получается Когда груз на дне Резина всегда морковкой Вот так вот стоит кверху То есть она как раз Вот имитирует того Что пескарик Вот там что-то ищет И проводку-то мы делаем Такими достаточно медленными Потяжками По дну Что происходит На потяжке У нас резинка прижимается Ко дну То есть там проходит Какое-то А потом поднимается Какое-то место там Да То есть бороздит это дно Соответственно Там появляется Какое-то облачко мути Вот И мы делаем Когда паузу В этом облачке мути Тюк И появляется хвостик Поднимается Все Ну то есть Вот этот силуэт Поднимающийся в облачке мути Для судака И судак его видит И все Это прям Все уже там Золотая добыча Сейчас вот надо сожрать То есть вот он готов Соответственно Вот здесь такая проводка Именно волочением По дну Почему Заострил на этом Внимание Потому что Были случаи Когда мы например Приезжали с рыбалки Нас спрашивали Как рыбалка Вот мы там с напарником В свое время Много ездили Как рыбалка Ну да Там ничего Хорошо Но чего ловили Никогда не скрывали Говорят там на джиг Ну ладно Все классно На следующий день Там приходят Да ну вы нас Обманули Ничего на джиг не клюет Начинаешь разговаривать Как вы ловили А там полтора метра глубины Я поставил 10 грамм Вроде бы у меня и пауза Правильная И вот на этом уже Ты начинаешь понимать А какой вообще ты паузе Ты говоришь Там у тебя Не должна приманка Отрываться от дна вообще Вот Соответственно Для того чтобы ловить Вот так джигом Надо выбирать Соответствующие места Да Например Пискарь Он очень-очень любит песочек Соответственно Нам нужен Песчаный яр То есть это получают Другие места Не те которые Для вот спиннинга И воблера Да Другие места Это песчаные яры Да Такие тоже существуют Навятки у нас Любит у нас песок Вот Но Очень часто у нас бывает так Что песочек Это как правило пляж Да Ну на пляже Бывают выходы судака Не так часто Как хотелось бы И очень-очень На большой площади Он может находиться И очень трудно Поймать ночью Вот Нам нужно выбрать Достаточно компактное место Чтобы это был Либо Грубо говоря С яра Выход на песочек Да И там была Какая-никакая Глубина Чтобы метра полтора Два Либо вот Песчаный яр У меня есть два таких места В жизни их не сдам Реально Вот мы И не будем говорить Мы нашли Вот эти два Замечательных места Это песчаные ерочки Вот такие Они небольшие Один там где-то Наверное Протяженностью метров 70 Второй Может быть Чуть-чуть побольше Наверное Самых крупных Ночных судаков Я поймал Там То есть Самый большой Судак ночью 5800 у меня был Там были рыбки За 4 килограмма Там были трешечки Причем в количестве Это вот реально Такие места Которые Ну Никому не рассказываешь Вот мы реально знаем О них вдвоем То есть За ночь Можно вообще Несколько Получается Да Поймать Нет Ну Нет За ночь Конечно Можно поймать Несколько рыб У меня самое большое За ночь Было 24 штуки Ох Ничего себе Понятно что Все они поплыли Ну да Сразу обратно Отпускаем Однозначно всю рыбу Есть один только нюанс Если вы хотите Фотографироваться с рыбой Друзья Выходите на берег Причем делаете это бегом Да Вышли там Не знаю Сфотографировались И бегом отпускать ее Многие там пытаются Это сделать на берегу Блин И после этого рыба Вообще не придет Потому что Понятно что вспышка Ночью конечно Это же вообще Включают фонарики Начинают фотографирование Страхе Кричать Эмоции Вот Самый большой Я ловил 24 штуки Бывали рыбалки Когда там Далеко за 10 Там ловили Много можно поймать Судак Стайная рыба Чем и интересен Он приходит И здесь еще нужно Четко тоже понимать Что если судак Ночью вышел К берегу Он вышел За одной единственной целью Жрать Покушать Все Больше его там Ничего не интересует Потому что живет он В яме В корягах Определенно Вот И соответственно Сюда он пришел В столовую Для того чтобы Наестись Все Больше у него здесь Других целей И задач нету То есть он сюда Не пришел там Не знаю На отдых Пожить Ему тут комфортно Стало там Не знаю Что-то в голову Взбрело То есть он сюда Пришел конкретно Кушать Если он сюда Пришел кушать Значит он сюда Пришел в определенном Количестве Какой-то стаи Когда они начинают Кушать У них начинается Вот этот вот Стайный инстинкт Отбирать друг у друга Кто быстрее У кого Даже берется Потому что У них же В природе то у всех Либо ты Либо тебя И все И по другому Никак И соответственно Он сюда пришел Покушать Все И вот Нужно четко попасть Вот в этот промежуток Времени Да И там реально Уловы могут быть Фантастичные Причем это все В черте города Там не дали Там 30 километров От города То есть в тех местах Которые многие Даже не замечают Проходят мимо Потому что реально Там небольшая глубина Ничего интересного И самое что интересное Днем В этих местах Рыбы нет Да Слушайте Ну это правда Интересно Ночная рыбалка Друзья Мы вам Рекомендуем Попробовать Все-таки Ночную рыбалку Время нашей программы К сожалению Подходит к концу Следующий эфир Через неделю Слушайте нас Смотрите нас На канале На Эхо Москвы Всего доброго Спасибо за разговор Сегодняшний Редактор субтитров А.Семкин